всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом мастер-классе я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой изысканный красивый нежный теплый берет из пряжи пух норки и теперь давайте рассмотрим с вами что же нам понадобится для того чтобы мы смогли связать этот берет во первых нам нужно будет пряжа я заказывала свою пряжу на алиэкспресс вот такая у меня упаковочка с желтой этикеткой мне она нравится я уже неоднократно из нее вязала и вы также можете перейти по ссылочке под этим видео я как всегда для вас оставлю все необходимые ссылочки в этом моточке у нас 50 грамм и 350 метров номер цвета который использовать буду я 08 вязать мы будем из двух основных ниточек и двух дополнительных нитей которые идут вместе с пряжей то есть когда вы покупаете эту пряжу вам обязательно с каждым моточком должны будут положить вот такую катушечку с дополнительной нитью эта ниточка идет точно такого же цвета как и пряжа поэтому в полотне она совершенно незаметно она тоненькая и имеет такой слегка заметный стречевый эффект то есть она нам будет держать полотно чтобы у нас не расползалась она никуда потому что ниточка основная она сплетена из пуха и вот этот пушок очень хорошо распушается то есть нам нужно будет чтобы на чем-то держалась это полотно иногда мне девочки пишут что они вставляют ее только в резинку я же использую ее полностью во всей своей работе в конце работы я обязательно взвешиваю свой перед и скажу вам какой расход пряжи у меня получился так что смотрите это видео до конца и не переключайтесь для того чтобы определиться со спицами я вам рекомендую связать образец вы сами посмотрите какой получается полотно на тех или иных спицей при вашей плотности вязания и уже выбрать спицы для себя я буду вязать на пятерки резинка будет у меня связано на 375 то есть минимум на 1 миллиметр должны спицы отличаться во время вязания я постоянно пользуюсь счетчиком рядов это незаменимый помощник далее нам понадобятся маркеры для работы и когда мы будем уже закрывать петельки нам возможно понадобится крючок ножнички также для измерения приготовьте сантиметр пожалуй это все что нам понадобится если что-то я забыла я расскажу об этом в процессе работы и конечно же первым делом нам с вами нужно связать образец это обязательно для расчетов нам понадобится резинка но лицевую гладь которой мы будем вязать сам берет вы можете попробовать повязать на различных спицах и посмотреть устраивает ли вас ваша плотность и чтобы нам посчитать количество петель которые необходимо набрать для берета мы растягиваем резинку и измеряем количество петель в 10 сантиметрах посчитали петельки делим это все на 10 и получаем плотность вязания в одном сантиметре у меня здесь получилось две петли в одном сантиметре теперь я свою окружность головы у меня 55 сантиметров умножаю на эти две петельки и получаю 110 петель если вы любите чтобы берет сидел плотно по голове тогда можно из этого количества убрать еще 10 процентов я так и сделаю то есть я сейчас наберу 100 петель петли мы набирать будем обыкновенным способом то есть на две спицы я буду это делать оставили хвостик по длине для того чтобы нам хватило и набираем необходимое количество петель то есть вы сделали свои расчеты также точно как я сказала и набирайте свое количество петель все итак я набрала 100 петель плюс одну петлю для замыкания петелек в круг то есть у меня здесь сто одна петля и еще хочу обратить ваше внимание раппорт нашего узора резинки будет равен четырем петлям то есть петли которые вы будете набирать для резинки по своим расчетам должны делиться на 4 так теперь мы распределяем петельки по леске обязательно смотрим чтобы они у нас не перекрутились разворачиваем вот так вот работу то есть здесь у нас последняя набранная петля здесь первое и теперь смотрите вот эту первую петлю я переснимаю на правую спицу и через нее продеваю последнюю петельку и затягиваем узелок все сделали соединение вешаем маркер начала ряда отмечаем что это у нас первый ряд и вяжем первый ряд одна петля изнаночная 3 петли лицевых все вот так мы продолжаем вязать дальше до конца ряда пока не дойдем до маркера 1 изнаночная 3 лицевых и так далее и так мы дошли до начала ряда перевешиваем маркер и продолжаем вязать еще один ряд отмечаем здесь второй ряд продолжаем вязать точно также по рисунку то есть изнаночная 3 лицевых и как я и предположила в начале возможно что-нибудь забудется да нам понадобятся дополнительные спицы для того чтобы перекрестить петли в резинке и мы можем использовать вот эти дополнительные спицы вот такой вот конфигурации либо вот такой на них я тоже вам оставлю ссылочку под видео очень хороший набор который я покупала мне нравится я постоянно им пользуюсь провязали второй ряд перевешиваем маркер тут отметили третий ряд и теперь нам нужно сделать перекрещивание провязываем изнаночную петлю и вот эти три петельки нужно перекрестить смотрите мы две петельки снимаем на дополнительную спицу оставляем их перед работой провязываем третью петельку лицевой и теперь можете перетянуть петельки на другой кончик спицы и провязать прямо с нее 2 лицевых таким образом петельки у нас перекрестились дальше мы провязываем изнаночную петлю снова нам нужна спица снимаем на нее вот эти две петли провязываем третью и провязываем две петли с дополнительной спицы так мы вяжем до конца ряда перекрещивая все тройки лицевых петель и давайте еще покажу вот эту вот спицу потому что сейчас у вас у всех вопросы начнутся что за вторая спица и так изнаночную провязали вот этим коротеньким хвостиком подцепляем две петли и вот так вот она вот тут у нас повисает и в принципе не мешается мне вот с этой спицы даже удобнее вязать провязали третью петлю лицевую и теперь передвигаем петли на вот этот край из этого длинного края удобно провязать их 2 и 2 лицевая все вот таким вот образом вяжется перекрещивание при помощи вот такой спицы и так третий ряд мы довязали сделали все перекрещивание и дальше мне уже показать вам нечего и вы резинку будете вязать самостоятельно и теперь слушайте меня внимательно в четвертом пятом и шестом ряду мы вяжем все по рисунку то есть изнаночная 3 лицевых без каких-либо изменений в седьмом ряду делаем перекрещивание восьмом девятом десятом мы вяжем по рисунку в одиннадцатом ряду снова делаем перекрещивание далее провязываем 12 ряд по рисунку и встречаемся в тринадцатом ряду и так у меня провязано 12 рядов сейчас я буду вязать тринадцатый ряд и по ширине моя резиночка вышла ну примерно три с половиной четырех сантиметров здесь нет примерно три с половиной сантиметра вы также можете сделать ее уже либо наоборот шире я думаю что мне вот этого достаточно будет в тринадцатом ряду мы с вами сейчас будем увеличивать петли то есть нам надо прибавить половину того количества петель который у нас есть сейчас на спицы то есть у меня 100 петель я прибавлю 50 смотрите как это будем делать там где у нас лицевая спицы пока не меняю провязываем лицевую петлю в следующую в первую из трех я буду делать прибавку и для этого вот так вот петлю предыдущего ряда можно накинуть на спицу провязать ее затем провязать саму петельку среднюю петлю провязываем и и третью петлю мы провязываем подхватываем петельку и делаем прибавку вот таким образом давайте провяжу еще раз вместе с вами здесь где у нас изнаночная мы провязываем лицевую подхватываем петлю предыдущего ряда можно вот так вот завести спицу под петлю и подцепить ее сразу же и уже не накидывая на спицу провязать так будет быстрее затем провязываем саму петельку и в итоге у нас получается из одной петли 2 среднюю петлю провязываем и третью петельку также делаем прибавки сначала провязываем петлю потом провязываем прибавку из петли предыдущего ряда все так мы вяжем сейчас до конца у маркера встречаемся и так мы удвоили все петли из 14 ряда начинаем вязать лицевую гладь и сейчас в этом ряду меняем спицы на размер больше лицевой глади надо провязать в зависимости от того какой величины какого объема берет хотите себе связать 13 14 15 16 сантиметров когда я провяжу я включусь мы все измерим с вами я покажу сколько я провязала то есть мы когда будем вязать берет мы можем его примерять и смотреть какой он у нас по величине получается все теперь мы подключаем спицы номер пять и провязываем все петли лицевыми то есть больше уже ничего считать не нужно если хотите считайте ряды я наверное посчитаю чтобы сказать вам сколько у меня получилось рядов и сколько получилось сантиметров вот так выглядит наш берет после того как мы связали вот это неизменное основное поле берета смотрите после того как у меня закончилась резинка на данный момент у меня здесь провязано где-то 15 сантиметров хочу обратить ваше внимание смотрите чем меньше короче вот это поле тем меньше будет беретик то есть если вы хотите связать себе берет оля французский вот такой вот маленькие аккуратненькие по головке значит вам надо вот это поле делать короче если вы хотите объемный большой перед как сейчас вот модно значит минимум 17 сантиметров вяжем я остановилась на 15 сантиметрах вот сильно большие береты мне как-то не очень идут поэтому 15 сантиметров мне хватит на данный момент у меня провязано 50 рядов из них тут вот резинка ну то есть вычисляйте сами сколько здесь уходит на поле с 14 ряда мы начали вязать вот эту лицевую гладь теперь все петли нам нужно разделить на 8 клиньев то есть на 8 частей и я здесь уже развешала маркеры и что мы делаем в последнем ряду когда провязываем вот эту основную часть нам с вами нужно посмотреть сколько у нас в общем петель на спицах и делится ли эта цифра на 8 то есть мои 150 петель естественно на 8 не делится ближнее число которое делится на 8 это 144 то есть я вот в этом ряду где расставляла маркеры я равномерно убрала 6 петель сейчас в данный момент у меня на спицах 144 петли если мы разделим 144 на 8 получается 18 то есть в данный момент между маркерами 18 петель то есть все петли распределяем равномерно и теперь смотрите что мы будем с вами делать а дальше все просто мы будем закрывать с вами макушку и вы сейчас увидите как это легко и так мы начинаем закрывать петли довязали до маркера маркер перекидываем и вот эти две следующие петельки мы провязываем вместе лицевой все петельки подтянули сделали сокращение довязали до следующего маркера точно также следующие две петли после маркера провязали вместе и так все 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 ряды без исключения мы сокращаем по две петли после каждого маркера смотрите я вижу классическими петлями и у меня правая стенка вот здесь впереди поэтому мне две петли провязать удобно после маркера и тогда они у нас будут с наклоном вправо если вы вяжете бабушкиными петлями то есть ваши петли будут вот так перевернуты смотрите по рисунку как получается рисунок то есть попробуйте на образце как вам нравится и либо мы провязываем после маркера вот эти две петли либо перед маркеры выбирайте сами разницы никакой главное дошли до маркера сделали убавку дошли до маркера сделали убавку все смотрите когда мы делаем убавки в каждом ряду у нас получаются такие полосочки здесь вот как бы форме завихрений таких вот клинышки убавляются и немножко подкручиваются то есть выглядит это будет очень даже симпатично но потом все увидите и когда петель на спицах становится мало нам уже неудобно их двигать по леске мы переходим на вязание по системе magic loop либо на чулочные спицы можно также подключить еще одни спицы того же размера для того чтобы проще было вязать как всегда после маркера делаем убавку и провязываем все остальные петли просто лицевыми ну то есть это уже все понятно в общем когда она в каждом сегменте останется по 4 петли я включусь покажу что делать дальше и так вот мы дошли до начала ряда то есть вот у нас в каждом сегменте осталось по 4 петельки сейчас мы убираем маркеры и закрываем все петли по 2 так вот их просто все теперь провязываем по 2 маркера снимаем по 2 петли провязываем смотрите таким образом у нас осталось 16 петель у меня в данном случае вот вот так выглядит перед и сейчас последний шанс так скажем примерить ваш берет для того чтобы понять не хотели ли бы вы чего-нибудь перевязать вот и вообще когда мы вяжем перед в принципе у нас леска со спицами наверху и всегда можно примерить и посмотреть что у вас примерно получается как-то будет выглядеть и так далее осушить и без вообще просто обалденный он такой мягкий и так что мы сейчас делаем я обрезаю нить и все вот эти оставшиеся петли мы нанизываем сейчас на эту нить на хвостик затем мы затянем макушку спрячем ниточку на изнанку и там заправим хвостики аккуратно я уже там показывать вам не буду в общем принцип понятен смотрите как выглядит красиво макушка вот я затянула все петли и за счет того что мы сделали резкое сокращение петелек у нас здесь получились такие как складочки то есть наш перед на голове не будет лежать блин а красиво получилось теперь я заправляю ниточку на изнаночную сторону и вот здесь вот пройдусь иголкой по этим петлям еще несколько раз и спрячу хвостики и вот так вот выглядит мой берет мне очень нравится вот с этой стороны как все получилось все везде аккуратно красиво резинка хорошо держит то есть я все рассчитала правильно и я вам обещала что покажу сколько весит этот перед давайте взвешиваем его 65 грамм но здесь у нас дополнительные ниточки еще идут поэтому я предлагаю взвесить остатки пряжи смотрите в одном матки осталось 21 грамм во втором 23 всего 44 и того если у нас по 50 грамм были моточки значит у нас ушло 56 грамм то есть примерно 10 грамм у нас ушло вот этой вот нитки и это значит что на берет ушло чуть больше одного матка чуть больше 50 грамм и еще я хочу вам показать сколько он ну вот 28 сантиметров вот так вот в диаметре до 28 сантиметров и сейчас необходимо сделать вы то мы с вами постираем берет средстве специальным для шерсти и шелка и разложим его на горизонтальной поверхности аккуратно и высушим здесь когда будете раскладывать вот эти вот места придавайте им объем для того чтобы он высох именно так а то он может мокрый растянуться и высохнет вот таким вот ровным блином вот так что когда будете раскладывать вот так вот придайте ему снова вот такие защипники ну что ж вот такой получился берет он такой среднего объема не оля французский который совсем совсем маленький по голове и не такой объемный как вот сейчас можно прям вот такие вяжут красивые вот но мне некуда потому что нет такого объема здесь чтобы вот такой берет носить и я так посмотрела наверное подарю я этот берите-ка 5 сестренки на у меня очень любит голубой цвет классный получился посмотрите как он смотрится сзади но думаю можно его еще носить и по-другому например чтобы убрать волосы так вот на бок как-то вот так принципе неплохо давить ну что ж по моему берет получился замечательный так что вяжите обязательно всем пока пока сзади